Никто не забыт, ничто не забыто. В рамках всекрымской акции «Дорогами Победы», которая проходит под патронатом главы Крыма Сергея Аксёнова, в Красногвардейском отметили 71-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. За выступлением авиамоделистов, выставкой военной техники, праздничным концертом и поздравлениями ветеранов наблюдала Анастасия Соленик. Когда началась война, Галине Семёновне было два года и восемь месяцев. Она помнит всё. И страшный голод, и как немцы били её сапогами, и как гнали людей в канавы, а затем расстреливали. Мы видели, как казнили коммунистов и партизан. Нас гоняли на площадь перед школой, где стояли виселицы. Ихней целью было запугать народ. А вот 9 мая Галина Семёновна помнит особенно чётко. Это был день, когда плакали все. Правда, уже от радости. Вы знаете, дрожь прошла. Такой поднялся крик, вой, женщин. Плакали все. А мы, дети, прячемся за юбки. Не знаем, почему они плачут. Николай Фёдорович зажигает огонь памяти. Для ветерана сегодня особенный день. На фронт он ушёл с 17-летним парнем. Служил наводчиком. Когда его контузило, в госпиталь не пошёл. Говорит, чувство долга сильнее любой боли. Спустя 71 год пенсионер вспоминает день освобождения. Чувство неописуемое. Что-то похожее ветеран испытывал, когда Крым воссоединился с Россией. Это радость была, что мы знаем, что мы вернулись в свой дом. Я голосовал, прямо ближе бросаю. Я говорю, о, я пришёл, блудный сын пришёл домой. Программа мероприятия разнообразна и насыщена. Первым делом, как поётся в песне, конечно, самолёты. Участники спортивно-технического клуба «Юпитер» представили линию радиоуправляемых моделей. Для желающих подкрепиться работала пылевая кухня, где каждый мог попробовать солдатскую кашу. Прошла и выставка военной техники. А это ЗИС-5В 1944 года выпуска. Во времена Великой Отечественной войны за рулём сидел советский солдат и грезил только об одном – о Великой Победе. Поздравить жителей с праздником приехали и представители власти. Депутат Государственного совета Крыма Леонид Бабашов сам родился в Красногвардейском. Поэтому для него это событие особенное и значимое. Возрождение, воспитание на тех подвигах наших дедов, наших отцов, ну это, ну, как бы, я думаю, что сейчас в российском Крыму это будет по максимуму прилагаться и всё это будет делаться. Ну вот если брать меня, то два деда дошли до Берлина, один там погиб, другой весь в орденах вернулся. Как я могу что-то забыть или выкинуть из своей жизни? После митинга специально для ветеранов был организован концерт. Главная цель – показать ветеранам, что их подвиг жив и отдать дань памяти тем, кто не вернулся с поля боя.